Всем привет! Начинаю новый влог. Вчера у нас снег срывался, сегодня вот так вот сыро-мокро, тоже что-то пытается, то снег, то дождь, непонятно. Сегодня воскресенье, второе у нас выходное, вчера я полдня пролежала, немножко мне как-то не по себе было, потом на вечер сделала домашние дела, уборочка, стирочка, ну в общем все как положено. Так, сегодня детишками позавтракали, вот в обед сходили в супермаркет, скупились, сейчас я вам покажу покупочки. Обзорчик корзины с покупочками, да, купила я яблочки деткам, вот такие я иногда беру у магнити, если попадаются, и пакетик такой детский, знаете, ребенку интересный, и внутри подарочек. Одно время там попадались, знаете, такие маленькие анкистресс, там в виде каких-нибудь животных, сейчас нам попался пакетик с пазликом, типа покупаешь пакеты с яблоками, и собираешь в каждом пакете пазлы. Маркушки отдала, яблоки уже помыла, зеленые, очень кстати вкусные, молоко дом в деревне, шампиньончики, 4 феликса взяла, мы вообще коту покупаем корм сухой роял конин, но еще не пришла, упаковка на Валберрид заказывала, поэтому вот на несколько дней взяла ему так перебиться, потому что уже там все, корм сухой заканчивается. Дальше взяла деткам кукурузные палочки фруктоняня, беру, без сахара они идут, яблоко липа и ромашка, сок фруктоняня, тоже без добавления сахара, иногда вот можно, знаете, побаловать. Фруктоняня витаминный салатик, пюрешки уже вон слопали, дальше 2 пачки крабовых палочек взяла моя цена, маслины бандюэль без косточки 100 рублей была, баночка по скидке, кстати, очень вкусные маслины и цена хорошая. Два сырка дружбы плавленных взяла, пачечку чипсов в лейс из печи, вот мои самые любимые чипсы лисичка в сметане, вот если не пробовали, попробуйте, если обычные чипсы, они какие-то, знаете, жирноватые, а эти такие упругие, хрустящие, нежирные, прям такие легенькие, прям пальчики оближешь, прям рекомендую. Палочки колбаски, вот такой вот докторской, какой это комбинат? Великолукский комбинат, кстати, неплохая тоже колбаса, иногда ее можем взять. Так, сырок моя цена, пешеходский какой-то, неплохой я взяла на пиццу, и такой, чтобы потверже был. Дальше лаваш армянский, багет взяла, бананчиков 6 штучек, и взяла рулетик Яшкина со сгущенкой, очень, кстати, вкусный. Вот и все покупки, и за это все я отдала 1496 рублей. Вот такие вот были покупочки у нас. Сегодня мне нужно готовить кушать, так как уже все доели, сейчас дети доедят последнюю порцию супа, и остается там немножко салата с селедка под шубой. Так, завтра в сады, естественно, я полдня буду бегать, то за Кирюшкой, то за Марком, и готовить мне некогда, поэтому я сегодня решила все приготовить, к тому же к нам сегодня вечером придут гости. Друзья, которые присматривали за нашей квартирой, пока мы были в отпуске. Я давно обещала им приготовить пиццу, поэтому сегодня помимо двух блюд для нас, да, там для детей, мне еще нужно приготовить два блюда на ужин. Буду я готовить пиццу, и там рулетики из лаваша сделаю. Ну, а сейчас пойдемте на кухню, и покажу, что я сегодня буду готовить. Так как я купила целую пачку шампиньонов для пиццы, естественно, мне будет этих грибов слишком много, вот это я оставила для пиццы, а с вот этого я решила сварить сегодня грибной суп. Мне уже пора высыпать грибы, картошка сварилась, нарезала, посолила водичку. Для супа я уже сделала зажарочку, попозже зеленушку добавлю, там специи. И на второй я буду делать сегодня тефтельки. Фарш у меня, правда, еще до конца не разморозился. В микроволновке лайфхак, буквально 5 минут ставишь режим, и у тебя рис полу такой готовый. И я добавляю в тефтельки всегда зажарку, тогда они сочные получаются. Здесь морковка, лук и сладкий перец, чесночка, буквально там 2 зубчика я добавила. Сейчас я еще нарежусь, чуть-чуть сюда добавлю укропа. Ну, естественно, посолю, поперчу, все перемешаю и слеплю котлетки. Сейчас на сковородке их после зажарки обдам, знаете, так, чтобы они схватились. Здесь у меня зажарка для, третья уже зажарка для соуса, да, для тефтель. Выливаю уже томатом, что уже начинает поджариваться. Все, зажарка готовится. Потом я тефтельки сполосну в сковородку, обжарю тефтельки, как я уже сказала, на сковородочке. Сложу в кастрюльку томатным соусом, залью крышечкой, накрою и пусть томятся, да. Прям уж там, прям поэтапные рецепты я не вижу смысла снимать. На гарнир к тефтелям я вообще хотела сделать рисовую лапшу. Я почему-то уверена была, что она у меня есть, но ее нет. Я ее не купила. Короче, у меня дома фунчоза. Вообще бы пюрешечку сделать, но у меня картошки маловато, да что-то возиться не хочется. Сделаю я, короче, фунчозу. Не знаю, пол пачки, либо три вот этих моточка, посмотрю. А Кирюха тем временем наводит порядок. Так скажем, образно, да. Маме потом еще бардак убирать. Там в комнату, если зайти, то глаза на лоб повылазят, что там творится. Закуска с лаваша, по-моему, все о ней знают. Армянский лавашик вот такой вот. Так, у меня начинка вот такая вот. Я, в принципе, так всегда делаю. Крабовые палочки целая пачка. Вот эти вот прям, кстати, на заметку очень даже хорошие. По-моему, 49 рублей пачка стоит. И они реально вкусные. Это моя цена магнит. А есть еще северная гавань. Я их вот всегда беру. Очень вкусные. Мы уже покупали разные. И подороже. Которые, знаете, некоторые есть вообще невозможно. Вот Вичи я вообще не переношу к крабовой палочке. Просто как клей обойный. А вот эти прям хорошие. На салатик вот так, либо куда-нибудь в закуску. Прям вообще майонез, чеснок, укроп. Чуть-чуть там вон голландского сыра натерла. Три яйца у меня здесь. Два сырка. Дружба. Натерочку все натерла. Сейчас все перемешаю. Если что, поперчила я, кстати, еще немножечко. Сейчас перемешаю. Попробую на вкус. Если что, добавлю еще чесночка. Если что, добавлю еще майонеза. И пусть оно настаивается. Уже перед приходом гостей. Я думаю, все знают, как делать. Лаваш расстилаем. Размазываем. Закручиваем. Нарезаем. У нас тут снова снег припустился. Такие хлопья летят просто вообще. Кирюха у меня не спит. Пытаюсь его уложить, заставить лечь. Занимаюсь. Нарезаю продукты для пиццы. Уже, честно сказать, подустала. Поясница жутко болит. Я, если вот так долго на ногах хожу, у меня начинает в последнее время болит очень сильно поясница. Отсчитываюсь, что я сделала. Сварила грибной супчик. Дальше. Тевтельки. Целая кастрюля. Я не знаю, как у меня, короче, бзык такой. Я, когда приготовлю, вытираю вот эту вот окантовочку внутри кастрюли и мою всегда крышку. Дальше полпачки фунчозы сделала. Короче, это, наверное, дети поедят. А мы, если захотим, то завтра уже сварим себе спагетти, либо какие-то макароны. Потому что сегодня по-любому мы уже не будем кушать. Дальше. Я сделала вот такую вот детскую пиццу. Потому что, думаю, мы будем кушать. И ребенок по-любому захочет. Вот такая вот безглютеновая детская пицца. Я уже сделала тесто. Подходит, стоит. Заварила детям чай. Я сейчас вот так вот, знаете, в виде компотика делаю. Ромашковый чай, какие-нибудь фруктики, лимончик. Френч-пресс завариваю. И каждый день, грубо говоря, свежий такой чай-компот на фруктах. Вообще отлично. Я сегодня даже перемыла кучу посуды вручную. Потому что в посудомойке там буквально осталось место для тарелок после ужина. Как раз, знаете, то сковородку пару раз помыла. То терочку, то дощечку, то тарелочку, то ложечку. И, короче, нормальная так сегодня тут на кухне полдня реально проторчала. Время уже, кстати, 5 часов вечера. Что я еще сделала? Это еще не все. Помыла полы два раза. Протерла зеркала. Промыла сантехнику. Ну, так слегка протерла. Кирюшка у меня спит. Собрала игрушки. Сейчас вот искупалась, немножко себя в порядок привела. Глаза еще красные. Шампунь в глаза попала. Немного буквально я так реснички подкрасила, да переоделась. Мама включила свет, Марк не хочет, чтобы включала свет. Ну, ложись. Так, у детей тихий час. Кирюха спит, скоро его нужно будить. И вот пока он сейчас вот спит, я буквально так минут 15 лягу, отдохну. Очень голодный ребенок стоит тут уже, фунчузу, насыпает себе. Мама, помоги. Ай, молодец. Мама, сыпь. Что насыпать, макароны? С тефтелькой будешь кушать, Маркош? Мама, помоги. Сейчас помогу, мой хороший, давай. Ты валуешься? Один, два, три. Вкусно? Классно? Молодец. Ну, кушай. Приятного аппетита. Доделала я дела, которые у меня были. Теперь занимаюсь спицей. Тесто уже распределила на противне. Соусом смазала томатная паста, майонез. И начинка помидор, и немножко грибов, колбаска и маслины. А в детской пицце, кстати, куриная грудка была, заместо колбасы. И вот такая получилась вкусная, ароматная, аппетитная пицца. Стоит еще в духовочке. Ждем гостей, как всегда опаздывают. И вот такие рулетики я сделала с лаваша. Утро следующего дня. Понедельник, день тяжелый, как говорится. Мы посидели вчера с друзьями хорошо. Поздно, правда, спать. Мы улеглись все. Но Кирюшка проснулся нормально. И Марк тоже проснулся практически. Я уходила, начала будить его. Бегу, Кирюшку в садик веду. Да потом домой Марка собирать. Муа-муа-муа-муа-муа-муа-муа-муа. Пока. Ну все, провела я своих. Маркушеньку отправила с папой на машине. Тишина, спокойствие. Буду еще лежать, отдыхать. У меня что-то колени выкручивает. Просто вообще невыносимо. Кирюшка сегодня до 12. Поэтому у меня есть время и отдохнуть. И может какие-то делишки сделаю. Время уже на самом деле 15 минут 8. Я сегодня абсолютно вам ничего не поснимала. Сегодня такое какое-то настроение было. Лежать под пледиком, чайок пить, отдыхать. Ничего абсолютно я сегодня не сделала. Вот буквально вечером соизволила постирать вон стирочку небольшую. Да, посудомойку разгрузила. Ну, естественно, детям там время уделяла то покормить, то погулять. С сада их позабирала. Кирюшка уже до 12 сегодня оставался. Умничка, все хорошо. Сегодня я еще целый день хожу до холодильника. Открою, посмотрю, закрою. Открою, посмотрю, закрою. Чего-то хотелось вкусненького, гадости какой-то. Хотя полный холодильник еды. Но, в общем, звонит муж. Звонит, кстати, муж. Так, на чем мы остановились? Звонит муж. Поговорила с мужем. В общем, звонит муж, мне говорит, да я вот в город заехала, там магнит большой, посмотреть креветок. Ну, что-то тут ничего не было. Мы как бы частинку покупаем. Но покупаем, если они по хорошей скидке. В магните очень часто бывают скидки. А я говорю, ну, если ты тоже хочешь чего-то вкусненького, может, говорю, тогда киевси ты привезешь. Он говорит, а я тебе хотел предложить роллы. В итоге я говорю, ладно, давай сегодня роллы закажем. А завтра, ой, нет, послезавтра у мужа выходной, говорю, заедем с тобой в Киевси либо в Макдональдс. Потому что мы очень любим туда заезжать. И после отпуска, когда мы приехали, мы еще там не были. Уже месяца полтора мы не ели там ничего, уже соскучились. В общем, вечер будет приятным, знаете. Сейчас вкусняхи, короче, мы будем кушать. А то вот это вот ровное такое сегодня горизонтальное состояние, настроение. В общем, превратилось немножко приподнятое настроение в ожидании доставки. Сейчас 30 будут нам готовить. Я и мальчишкам заказала. Мальчишкам я заказываю всякие маки, называются. Просто обычно идут ролчики рыбка, рис и нори. Наш вкусный спонтанный ужин. Муж купил еще крылышек, киевси, соусы, авокадо. Бутылочку венца взял, буквально понемножечку налили. Четыре вида роллов я для нас заказала. Один ролл маленький в подарок кладут. И детишкам две порции детских роллов. Вкусненько мы так поужинали. В кругу семьи, что может быть лучше. На часах уже 15 минут 12. Дети уже давно спят. Я уже искупалась, собралась идти уже отдыхать. Я пока укладывала ребенка, уже практически домонтировала этот влог. Сейчас буквально мне немножко осталось. Решила концовочку записать. Домонтирую и буду ложиться отдыхать. Потому что в 7 утра вставать. Кирюшку в садик вести. Мы с мужем так что-то хотели всего. В итоге у нас и роллы остались, и крылышки остались. Буквально вот то, что муж налил по чуть-чуть вина. Еле допили его. Полежали, отдохнули. В общем, такой у нас ужин был. Но на этом я буду с вами прощаться. Заканчивать буду этот влог. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Всем хорошего настроения. Не болейте. Самое главное сейчас. Желаю всем удачи. И всем пока-пока. И всем спокойной ночи, кто смотрит видео мое перед сном. Увидимся с вами в следующем влоге.